добрый день ну в двух словах скажите кто вы что вы потом свою версию у меня незаконченное высшее образование два курса института потом я короче получилось так что мне пришлось уйти просто то что я завалился просто просим я дети почти не как-то так не вышло а потом мне стало интересно я постоянно думаю как устроена стены и принципе у вас взгляды очень интересные я согласен что пространство я согласен притяжение что вы сказали до того как я понял что искривление пространство есть ну давайте начнем тогда как вы говорили так вселенная представляет состоит из частиц разных проблема в том что мы частицы вообще весь мир представляем с помощью своих глаз ушей всего остального поэтому могут быть проблемы с пониманием мы же видим свет отражение отражение от всего вокруг и многого не видим того что есть на самом деле но это отношение млекопитающего к реальности а так смысл в чем вы понимаете что есть какие-то проблемы с восприятием или вы как-то заявляете какие-то свойства материального мира и пространства которые от этого зависят смысл в чем я тезис точно не получил от вас вы имеет последнее предложение сказали потому что у вас есть какая-то мысль по этому поводу так давайте ее сюда стоп как что за тезис как это вот кто-то есть сказал с нами не взаимодействовать или что так стоп ну это разные вещи разрушает и не разрушает и взаимодействует и не взаимодействует это разные вещи это это разные понятия взаимодействовать и сломать надо вот выбраться выбрать термины ими пользоваться но это разные термины так и еще раз про материю у нас во вселенной есть только один вид фундаментально один комплект материи и мы все любая частица взаимодействует с этим комплектом материи такое материи которой мы не взаимодействуем нашей вселенной нет ну да в принципе но мы видим только проявление определенные то что мы видим это второй вопрос как она может взаимодействовать она может создавать определенное определенное давление и там может возникать в нашем мире какое-то ее проявление ну взаимодействовать силовым образом между двумя частицами есть силы не обязательно не это не закон это просто так говорили большой человек не состоит из маленьких человечков человек не состоит из похожих человечков на человечков они не похожи более мелкие частицы на человечков значит мы не состоим из подобия себе поэтому закон берем на помойку бабах выкинули мы не состоим из маленьких человечков поэтому все сразу такое отпустили вот заметила млекопитающие что-то не заметил какая разница у нас есть величина линейная мы вот мы можем ее зафиксировать либо не можем люди делятся на две категории не смогли понять другие не смогли где-то неважно те которые смогли зафиксировали вот пожалуйста метр расстояние физический объект записали о спрашники по физике метр квадратный линейный и так далее и теперь вот такой я занимался как бы ну радиоэлектроникой там в свое время там пытался делать БТГ там генераторы всякие такие ну просто так когда было время сейчас времени нету я этим не занимаюсь это было очень интересно и я как бы вот размышлял про это и понял там одну вещь и проверял она показывается но эксперимент был неправильный но он как бы был дело в том что скорость движения в проводе оно как бы получается много больше чем скорость везде скорость в проводе она быстрее идет чем во внешней среде вот я вот когда вот это подумал это как бы сильно доказать нельзя просто проверить если взять кусок провода ну действительно ну саллографик показывается но я не знаю что это может быть это неправильный некорректный конечно эксперимент но он входит вот в мою мировоззрение того что я понял электротехнические мировоззрения мы не обсуждаем не комментируем да ну я потом я потом увидел когда самолет пролетает через воздух и проходит звуковой барьер у него начинается такой взрыв ну как такой вот постоянно атмосфера просто не успевает атмосфера воздух не успевает как бы среагировать на него он быстрее чем реакция следы воздуха идет из этого происходит определенная реакция то же самое электричество по проводу когда идет у него происходит такая же реакция и закручивается ну как не закручивается а частички реагирует на то что что-то нечто прошло через провод вот а там еще потом что-то не слышно вас ну я просто слушаю воззрение а потом вокруг провода у нас получается ЭДС и против ЭДС и она получается как бы вот если законом подобию смотреть ну вы говорите что это мне помогло это понять там получается что сначала она как бы через провод проходит что-то нечто а она вокруг него частички подобные закручиваются в одну сторону а среда вокруг этих частичек закручиваются в другую это вот есть ЭДС и против ЭДС ну в проводе мы это зачем обсуждаем сейчас ну это же ну как закон подобия всего ну про закон подобия мы разобрались на предыдущем этапе человек не состоит из маленьких человечков и где-то какие-то похожести это замечательно но в практике они отношения прямого следствия не имея доказательной силы не имеют ну что наш мир состоит из частичек разных которые иногда в определенных ну ситуациях можно взаимодействовать с ними ну а если взять только что у нас атом ну делимые частицы и есть только поле ну тогда это нельзя так поле это именно давление какое-то материю пространство но это неправильно конечно я согласен это неправильно слышите меня? да я слышу ну ваши представления понятны ну бывают такие представления ну как они абсолютно не научные неправильно мы электротехнику не комментируем ну ну по таким же законам это все идет просто здесь мы же не видим мы живем между двумя мирами микромир и макромир и видим только следствия каких-то вещей которые происходят точно так же вот по кругу земли там все вот предметы они стоят на одном и том же месте потому что ну как они уравновешены да и если отпустить давление оно ну будет увеличиться да в размерах до бесконечно так ну просто чтобы понять природу электричества там то же самое что происходит просто они как бы на порядок меньше все мы электричество пока форме лекции не давали поэтому мы ничего не комментируем так а вы согласны что вот когда не комментируем мы не соглашаемся не спорим просто не даем материалы а я вот про это хотел бы ну про электричество мы не разговариваем ну просто это все же одинаковые просто разные уровни ну хорошо вы имеете право на любые представления о чем угодно это нормально это хорошо лишь бы не логичные были так ну то есть а про как можно перемещаться через ну очень быстро это тоже ну вот мы не 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 рассказываем про какое-то изготовление каких-то устройств мы не комментируем электротехнику теоретическую часть и так далее ну такая политика выбрана вот а у вас есть может как-то вот допустим вот есть люди которые что-то понимают есть которые не понимают вы вот со мной можете поговорить я как бы может вы меня какую-то такую группу возьмете и делаете все изучаем ищем если я правильно мы не держим группу мы не помогаем молодым и долатливым изобретателям изобретать я вот это хотел поговорить ну нет с этим технологическим кураторством построения неопознанных летающих аппаратов мы не занимаемся ну а можно понять притяжение в одной из версий там вот ну мое понимание притяжение с вашим согласуется я просто хотел бы некоторые вопросы ну так это всегда пожалуйста да вот там вот когда предмет какой-то падает на землю я раньше думал что это там потоп какой-то идет туда еще что-то но это наподобие как в воде ничего не происходит просто выталкивает только там наоборот выталкивает снизу вверх а здесь толкает то есть разница давлений поля но это вопрос касается непосредственно поля что это за материя есть и что-нибудь похожее вот похожего на поле в принципе ничего нет в природе есть только поле вот это гравитационное и как следствие уже все вторичные эффекты на базовом на этом поле вот оно не имеет массы оно связывает воедино все частицы вне зависимости какие это частицы ну это вот факт научный вот его зафиксировали и дальше это можно как-то пытаться осознать а можно просто запомнить этот объект физически есть в пространстве проявляет такие это свойства это запоминается и все ну спорить с этим бессмысленно потому что это наблюдение да мы можем наблюдать это как это проявляется и про эти частички то есть у нас то есть есть наша материя которая в этом мире которая отражается светом и водой все остальное мы не видим и она не взаимодействует с нами ну про вещественную материю речь идет да вот у нас материя делится на вещественную на частицы и на поле да но у нас как бы если предположить что у нас вселенная бесконечно не только во все стороны но и вниз да но тогда получается что у нас есть бесконечно множество различных частичек размеров которые с нашей вещественной материей напрямую так правильно правильно не взаимодействует как бы напрямую она может создавать допустим какое-то давление ну или поле какое-то вот употребили термин поле поэтому давление такие раз в сторону откинули я просто боюсь вам давление говорить хотел поле сказать а оно тоже некорректное почему любые две частицы взаимодействуют только через поле вот не через что другое да ну и получается что их такое количество множество разных которые могут взаимодействовать только с подобными частиц допустим что они размер такой же нет 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 любая даже самая маленькая частица взаимодействует и с крупной частицей и средней с любой единственное что у вас тезис неправильный вы озвучили что бесконечное множество частиц видов раз в глубину там не бесконечно когда вы говорите о конечном объекте частица это у нас конечный объект ну ну да все что имеет конечный объект то конечно ну конечно габариты то конечно ну да то есть сначала маленькие частички потом они собираются какие-то системы более большие да 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 нет не получается нет здесь ошибочка у нас нет ничего что с нами не взаимодействует все взаимодействует взаимодействие march вам да уже всегда нет нет никакой той материи вся материя это той матери нет чтобы появилась та материя какая-то другая отлично от наших вам надо ее отделить раз не отделим а значит она такая же обычно наша материя подождите видим не видим она есть мы не видим атомов из которых мы состоим напрямую и что другой материи нет она вся наша и она но сможет состоять из этой материи из любой проходить через нас она может как-то с нами взаимодействовать может любая материя и она вся наша стоп какой той материи в этой материи вся материя которую видим мы или не видим она живет по одним и тем же законам мы не можем все постоянно видеть мы свой затылок не видим у нас существует и этот эта материя не какая-то там все нормально с этим восприятие наша наши оценки никак не могут влиять на объективность они полны получится про ту материю не невозможно объяснить потому что логических оснований нет логических а смысле новопутизм в ту материю нет только через ошибки какие-то можно туда добраться день заблудиться затупить и получится там матери а если четко мысль той матери не получится я понимаю про что вы говорите вы говорите что вот есть в нашей вселенной еще какая-то та материя которая как бы не так которые мы привыкли и пошло-поехало это неверный тезис и что и видят или не видят это неважно нет неважно для меня нет она вся есть независимости от того что мы увидели что не увидели это все равно тоже единая материя нет нет все нормально с нашим мозгом все он нормально эволюционировал мы можем это все просчитать мы можем это все понимать с этим тоже все в порядке но он суслик ты его не видишь а он есть да я хотел сказать что если мы понимаем мы понимаем расстояние от этого не меняется ну да просто если убрать матери у которой взаимодействие с нашим с нашим телом мы можем преодолевать расстояние очень быстро ну я имею ввиду которые вот мы когда едем у нас сопротивление воздуха оказывает чисто воздух внутренние колеса вся остальная материя нам сопротивление оказывает ну как она там тоже есть но я имею ввиду те которые вот прям явно если их убрать машина намного легче вот по воздуху ехать на машине легче чем по воде внутри воды да просто так же вот ускорение которое у летчиков они там 12 джей это тоже как бы возможно я просто думал я что-то такое понял там еще что-то хотел рассказать но в принципе еще такого нет как с водой как и там то же самое это все вот именно по дороге ну про подобие как бы это обсудили вот тематика завершена проподобная ладно спасибо за звонок до свидания